АРЕННАЯ СЕРВЕСТВА АРЕННАЯ СЕРВЕСТВА Аренная сервисная компания занимается непосредственно сдачей в аренду промышленной дорожно-строительной техники и сервисным обслуживанием этой техники. При создании компании мы ставили перед собой две основные цели. В первую очередь это освоить рынок аренды спецтехники, который является на сегодняшний день очень динамично развивающимся и растущим в России. А вторая цель это познакомить потребителей с реальными эксплуатационными свойствами техники Четра, производства завода промтрактора, который расположен в городе Чебоксара, с целью привлечения потребителей к приобретению этой техники. Арендный парк техники насчитывает 20 единиц дорожно-строительной техники. В первую очередь это линейка экскаваторов Четра ЭГП, ЭГП-200 и ЭГП-230. Это новинки нашего поставщика, но можно сказать, что у наших потребителей, у наших объектов они показывают себя максимально эффективно, максимально производительно, что подтверждается теми контрактами, о которых я говорил, долгосрочными контрактами на эксплуатацию этой техники уже на сегодняшний день. Это линейка бульдозеров всех классов, которые выпускает опять же поставщик от 9 класса до 35 класса. И это линейка мини-погрузчиков Четра МКСМ, которая используется в основном коммунальном, также дорожно-строительном хозяйстве. Вот основной базовый парк нашей техники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одной из важных задач, которые мы видим перед нашей компанией на сегодняшний день, это синхронизировать жизненный цикл проектов наших потребителей, для наших потребителей, это строительные компании с их возможностями. Ну, другими словами, если ты небольшая строительная компания, которая осуществляет какие-то краткосрочные подряды, то, соответственно, приобретать в парк техники дорогостоящие машины тебе в моменте невыгодно. Соответственно, здесь мы в первую очередь, ну, они рассматривают варианты аренды, а учитывая, что мы являемся единственным, можно считать, в России арендой крупной компанией, которая занимается арендой отечественной спецтехники, то, естественно, они рассматривают в первую очередь нас. А если ты крупная строительная компания или выдобывающая компания, то, как правило, у тебя уже сформирован, так скажем, собственный парк спецтехники, но при этом в сезон возникают пиковые нагрузки, ну, все, опять же, умеют считать деньги и понимают, что для того, чтобы закрыть потребность в технике только под сезон, опять приобретение ее нецелесообразно, потому что оставшуюся часть года она будет простаивать. Соответственно, и в этом плане мы готовы тоже под период пиковых нагрузок предоставлять технику в аренду. Ну, и третий момент – это то, что многие компании хотят обновлять парк техники и в условиях, допустим, существующих политических и экономических санкций, основной упор делается все-таки на отечественную технику. Но сложился стереотип уже какой-то, что все-таки отечественное – это не всегда хорошо. Вот в этом плане те компании, которые приобретают у нас, берут технику в аренду, имеют возможность в какой-то там краткосрочной перспективе поработать на этой технике под нагрузками, причем они могут посадить туда своего оператора для того, чтобы это было максимально объективно, оценить ее свойства, а потом уже принять решение о комплексном обновлении парка техники, ну, что, собственно, и делается у нас с теми клиентами, с которыми мы сейчас работаем. Уже на сегодняшний день можно говорить, что мы сформировали серьезный круг потребителей, в состав которого входят такие крупные игроки в дорожно-строительном секторе, как, допустим, Башкир Автодор, компания Дорекс, которая расположена, ну, соответственно, в соседних регионах и республиках, это республика Башкирия и Чуваша. Это компания спецстроекоммуникация, которая является серьезным подрядчиком на объектах той же самой ТАТ-нефти. Это подразделения Газпрома, которые рассматривают промышленную технику Четро, которые берут промышленную технику Четро в аренду в момент пиковых нагрузок. На сегодняшний день все эти компании являются нашими постоянными потребителями, мы развиваем с ними полноценное сотрудничество. Субтитры создавал DimaTorzok Три базовых, так скажем, варианта передачи техники в аренду. Это так называемая холодная аренда, это когда техника сдается без экипажа, ну, фактически отдается сама техника, и потребитель обеспечивает своим собственным экипажем. Это в плане финансовых обязательств выгоднее для потребителя, но возникают моменты, связанные с тем, может ли тот или иной оператор у потребителя работать на нашей технике. Есть также возможность горячей аренды, это аренда уже с операторами. Все наши операторы, они прошли специальное обучение, и, соответственно, готовы полноценно работать на нашей технике, показывать хорошие результаты. И третий вид аренды, который тоже пользуется на сегодняшний день спросом, это аренда с правом последующего выкупа техники. Это когда ты, ну, в моменте у тебя нет денег на приобретение техники, но техника нужна уже сегодня. Фактически это практически лизинг. То есть ты платишь за аренду спецтехники, но часть тех платежей, которые ты осуществляешь, зачисляется в счет стоимости выкупа техники. Ну, то есть фактически по завершению аренды потребитель выплачивает выкупной платеж, оплачивает и забирает себе технику в собственность. Собственно, это все на сегодняшний день известные инструменты аренды, они все у нас реализованы. Собственно, мы позиционируем нашу компанию в первую очередь как аренда от производителя спецтехники. В данном случае мы представляем всю гамму спецтехники, которые есть у нашего поставщика. В первую очередь мы сдаем технику в аренду нашим потребителям, но в процессе эксплуатации возникают вопросы, связанные с необходимостью проведения текущего обслуживания нашей же спецтехники и оперативного какого-то ремонта. Вот в этом плане у нас отдельное направление в компании связано с сервисным обслуживанием собственной техники. Сформирована мобильная сервисная группа, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, выезжает по мере необходимости в любое время на объекты заказчика. Соответственно, есть у нас уже собственные сервисные автомобили, необходимый инструмент, необходимое оборудование для поведения всего спектра сервисных работ собственной сервисной. Чтобы обеспечить близость к покупателю, аренда сервисной компании в прошедшем году сформировала две площадки спецтехники, которые расположены в городе Чебоксары по месту фактического нашего нахождения и площадка в Нижегородской области, в городе Кстова. Это сделано не случайно. Приворский федеральный округ занимает второе место на рынке аренды в России по объему, что составляет около 9 миллиардов рублей, и динамике роста. Соответственно, мы максимально приблизились к покупателю в самых узловых местах, где расположены наши площадки. На этом наши планы по расширению географии не заканчиваются. В этом году мы уже планируем открыть свои представительства в Центральном федеральном округе, в Северо-Западном федеральном округе, для того, чтобы максимально полно охватить европейскую часть России. Чтобы подтвердить действительно, так скажем, национальный уровень нашей компании, арендосердственная компания в прошедшем году вступила в ряды Национальной ассоциации арендодателей строительной техники. Ассоциация позволяет как отстаивать свои интересы в государственных институтах, так и обеспечить плотное взаимодействие с другими игроками арендного рынка на предмет обмена опытом и технологиями. Я думаю, что в этом году мы будем только развивать сотрудничество с этой ассоциацией, и это принесет свои положительные результаты. Сейчас компания АСК сформировала стратегию работы, нашла свою нишу на рынке аренды спецтехники и в 2015 году будет только укреплять свои позиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова